Создать специальный суд для всех преступлений во время Евромайдана. Уволить из МВД всех, кто причастен к разгону митингующих, и обнародовать их имена. Это требования избитых Беркутом на Майдане 30 ноября 2013-го. Они заблокировали зал в Шевченковском районном суде Киева. Там должны были судить руководителей бывшего спецподразделения милиции. Но заседание перенесли. Члены группы 30 ноября, так называют себя пострадавшие, заявили, что не покинут зал суда, пока их требования не выполнят. Зал судебных заседаний номер 6. Здесь должен начаться суд над руководителями спецподразделения Беркут, обвиняемых в разгоне и избиении участников Евромайдана 30 ноября 2013-го года. Судья объявляет о начале заседания и дает слово защитнику обвиняемых. Тот просит отложить рассмотрение дела, так как двое его подзащитных в госпитале. Документы в подтверждение своих слов обещают предоставить позже. Адвокат потерпевших пытается настоять на продолжение работы, но судья выносит свой вердикт. В связи с тем, что отсутствуют участники процесса, нет прокурора, не перебивайте главующего в справе. Нема обвиняющего. Суд подкладает проведение подготовчивого судового заседания, а вам делают поперечения на наступную середину о 10-й године. След за судьей уходит и защитник беркутовцев. Активисты Евромайдана решают остаться в зале суда. Есть все процессуальные нормы, за которыми главующая судья, генпрокуратура, могла вжить все необходимые заходы, чтобы данная судовая справа уже давно была рассмотрена и был вынесен законный вырок. Но вы слышали, что сегодня судья прямым текстом заявила, что в ней с кем-то есть договоренность, что они заодно один один будут договориться, кто по черзе из них хворяет, и они таким образом будут постоянно взрывать судовые заседания. Потерпевший вешает на клетку баннер с фотографиями тех, кто причастен к разгону и избиению людей. На фото и один из обвиняемых, Андрей Дедюк, в то время заместитель командира полка Беркута. Он руководил разгоном Майдана, рассказывают активисты. Василий Панченко показывает видео, на котором он вел друга с разбитой головой к скорой. На Институтской их встретили бойцы Беркута, избили и арестовали. Многие из тех, кто разгонял Майдан, по-прежнему в полиции. Они должны быть уволены, заявили потерпевшие. Их имена должны быть переданы огласке. Еще одно требование – уволить генпрокурора Юрия Луценко. Судей их действия назвали недопустимыми и вызвали полицию. Активисты группы 30 ноября заявляют, что не уйдут, пока их требования не выполнят.